Время уже 2 часа дня и пора бы что-нибудь съесть. Пока я готовлю запеканку, решил съесть греческий йогурт. И запеканку я вам тоже обязательно покажу. Это та самая запеканка из моего последнего шорца. Но я ее доработал для того, чтобы ее использовать еще и на завтрак. Потому что это будет уже белково-углеводная бомба. Я надеюсь, что получится вкусно. Сейчас вам обязательно покажу. Наконец-таки запеканка приготовилась. Сейчас мы ее будем с вами обозревать. Честно говоря, я не знаю, как это на вкус. Но на вкус будет сладок. Явно сладок. Потому что я готовил сладкую штучку-дрючку. Ну и можно теперь сказать, что на завтрак я ем скуфов. Вот так вот берем. Давайте пробовать вместе с вами. Отломаем уголочек. Я обычно запекаю в бумаге. Кажется, суховато. Но так быть не должно. Не, не суховато. Кайфаю. Реально кайфаю. Это прям углеводная белковая бомба с утра. То, что надо. Как первый прием пищи, это кайфэ. Значит, будет рецепт. Обязательно будет рецепт. Второй прием пищи. И у меня здесь получается вареный рис и тушенка из свинины. Кусочек сыра и еще один такой же кусочек сыра я уже съел. Это соус-сэндвич, потому что тушенку я пережарил. И она в некоторых местах суховата. И для этого добавил соус, чтобы и вкусно, и не так сухо было. И все это дело. Ну, вот и все. За весь день я особо еще никуда не ходил. Но уже последний прием пищи. И давайте посмотрим, чем я себя буду радовать. Этим вечером это нац, фундук и кисташка. Заряжай мозги. Вот. И вот такой вот пудинг. Гранд десерт. Шоколад. Не протеиновый. А люблю я его, потому что здесь есть вот эта вот взбитая сливочная штука сверху. Стоит, рассказать, чем я занимаюсь? Да уж, пожалуйста. Я хочу давно исполнить свою мини-мечту и приготовить дома куриные чипсы. Вот. Единственное, что мне мешает. То, что у меня нет подходящего оборудования, нет дегидратора. И духовка, которая есть в моем доме, она без функции конвекции. Конвекция, это правильно так называется? Вот. И поэтому принято решение попробовать просто без всяких вот этих выпендрежей сделать на 60 градусах. Поставить на много-много часов. Вот. Пахнет божественно вкусно. Здесь в заправке, в заправке, соевый соус, мед, приправы. И все. И это очень вкусно на самом деле. Даже пахнет вкусно, скажи. Подтверди. Ну, словами тебя не видно, что ты там киваешь. Да, да, вкусно. Вкусно. Вот. Ну, я думаю, что мы сейчас это все будем друг к другу ближе размещать. Вот. Во-первых, что здесь важно учитывать? Что при нагревании курица она обычно уменьшается в размерах. Поэтому можно не стесняться их класть друг рядом с другом, скорее всего. Вот. Еще важно было хорошо проморозить. Я нехорошо проморозил для того, чтобы нарезать их тонкими слоями. То есть вот такие вот слои получились у меня. Вот. Скажи по порядку рецепт, что мы берем грудку куриную, замораживаем ее, подмораживаем в морозилке, для того, чтобы удобно было нарезать на тонкие слайсы. После этого делаем маринад. Хорошо, расскажи. У нас здесь 100 мл соевого соуса и 80 мл воды. 1 столовая ложка меда, сухой чеснок, паприка, свежемолотый перец и совсем чуть-чуть солички. И приправы для курицы. И приправы для курицы. Это правда очень вкусно пахнет. Я не знаю, как ты стоишь, но я стою, и у меня чуть ли не слюнки текут. Ну, собственно, вот. Маринуем не меньше 3 часов, выкладываем на противень. Если у вас нормальная духовка, то ставим на примерно 4-5 часов, на 50-55 градусов на режим конвекция. Если ни хрена нет такого режима, то возвращаемся как можем, ставим на чем у вас есть. Мы, наверное, поставим наверх-низ, у нас оно минимально до 60 градусов. Не знаю, сколько будет печься. Я боюсь, что получится не чипсы из-за того, что достаточно толстые слайсы получились, а просто запеченная курица. Ну, проверим, посмотрим. Если вам будет запеченная сухая курица, то больше будет похоже на чипсы. Надеюсь. Ну, как бы оно было не таким сухим, знаешь, что, типа, вот эти штучки, они должны так жеваться приятно. У меня, помимо этой мини-мечты, да, сделать вот такую красоту, вот, есть вторая мини-мечта, это делать всякие колбаски куриные. Потому что, ну, блин, это реально круто, это реально вкусно, вот. И очень хочу когда-нибудь, я не знаю, как это реализовать в наших домашних условиях, сделать бастер-му. Я никогда не пробовал бастер-му, поэтому я хочу ее сделать. Но она просто выглядит прикольно. Почему я хочу? Потому что она выглядит прикольно. Она такая вся полупрозрачненькая, сразу аппетитненькая. Вообще, вот такие вот штучки, чипсы из мяса, из курицы, из индейки, можно купить красные-белые. Там продаются достаточно вкусненькие такие вот мясные чипсы, которые являются хорошим перекусом, с большим количеством белка, минимум углеводов. Ну, вот, например, индейка, она с перцем. И такая специфическая на вкус, то есть там ежедневно, например, ее есть точно не захочется, потому что достаточно яркий вкус. То есть была бы она просто с какими-то специями стандартными, типа чеснок, соль, было бы гораздо лучше. Если это получится вкусно в наших условиях, я не буду больше покупать какие-то подобные снеки, потому что это точно должно быть вкусно, вопрос только в консистенции. И это гораздо дешевле. То есть здесь, если я не ошибаюсь, порядка 130 грамм белка, вот это все. И всего лишь там около 800 с чем-то килокалорий. Потому что, ну, опять же, да, учитываем, что у нас в заправке идет соевый соус и мед, который по факту вот большая часть все равно остается здесь. То есть практически одна курица здесь. Заправки чуть-чуть. Я в любом случае при записывании себе все считаю. И вот это даже посчитано. Но, опять же, да, логически размышляем, что вот это сейчас уйдет в раковину и никуда больше не пойдет. То есть примерно 830 килокалорий, 130 грамм белка, немного жиров, немного углеводов. За сколько? Рублей 350, наверное, это все вместе будет стоить. При этом это как бы не вся куриная грудка, а там 600 грамм ее. Это реально хорошая штука. Вот, обязательно, если все получится, сделаю подробный уже рецепт. Отдельный шорт на канале, да? Рецепт шорт? Вообще, я хотел спросить, вот как раз, наверное, самое время. Стоит ли сделать какую-нибудь видеоподборку своих суперрецептов? Отдельное видео? Да, такое отдельное, релаксирующее видео. А какими ты рецептами хочешь поделиться? Да я не знаю. Ну что, например, холодцом? Ну, холодец уже все видели. Я думаю сделать, на самом деле, подборку. Допустим, чисто вот творожная какая-нибудь история. Топ-5 продуктов, которые можно приготовить из творога и яиц. То есть, вот те же самые запеканки. У меня их уже два вида есть. Утренние и вечерние. И мои сырники еще отдельные. На муке зеленой гречки, тоже пепешные. Как бы, ну, нельзя скрывать это от народа. Нужно нанести массы, массы, массы. Короче. Здесь у нас стоят верх-низ. Ручной таймер, потому что 120 минут максимум здесь можно поставить. Нам нужно больше. И температуру ставим самую минимальную. В данном случае у меня здесь 60 градусов. Можно загорать. Ну, и все. Я думаю, что, может быть, приоткрыть вот так вот чуть-чуть. Как же ты думаешь? У меня ничего не надо. То есть, вот так вот. Мне кажется, нужно, конечно, знаешь, некоторые подкладывают карандаши и всякие такие штуки. Могу положить туда мнение свое. Давай. Время 10 часов вечера. Я ушел из дома, чтобы нагулять свое минимальное количество шагов. И есть большая вероятность, что я могу просто не успеть, потому что осталось полтора часа до 12. И мне еще нужно 9 тысяч шагов. Мой средний темп это 6 тысяч шагов в час. То есть, как раз-таки за полтора часа я должен пройти 9. Но это при условии того, что я буду держать свой средний темп. То есть, чтобы не попасть в ситуацию, когда я не смогу пройти 10 из шагов, нужно ускориться чуть-чуть заранее, чтобы у меня был запас по времени. Вот. Если я сегодня больше ничего не буду, поэтому давайте смело подводить итоги, что я сколько за сегодня съел и сколько шагов я прошел. По поводу планов на завтра. В идеале это встать пораньше, пойти в тренажерный зал на тренировку. И уже тем самым перекрыть свой минимум шагов, потому что до зала я туда и обратно. Мне как раз-таки ровно 10 тысяч шагов. Кстати, по поводу зала. 17 октября у меня заканчивается апонемент. Если кто-то владеет залом, либо знает хороший зал, который может порекомендовать на юге города Санкт-Петербург, напишите, пожалуйста, либо мне в телеграме, либо в комментариях под видео, потому что я хочу поменять зал. Буду искать новый. Всем хорошего дня! Продолжение следует...